Делаю вступительное слово. Как только возьмёте, сразу присоединяйтесь к нам. Я вас приветствую на Creative Morning. Это 12-й наш праздничный Creative Morning. Это такое глобальное мероприятие, которое проходит в 190 странах мира, простите, городах мира. В Украине проходит в Одессе, Киеве и Львове. Это ежемесячные лекции с небольшим завтраком. И каждая лекция имеет определённую тему. То есть сегодня во всех городах говорят об обязательствах. Когда мы увидели эту тему, а её, кстати, выбрали ребята из Вены, что не странно, австрийцы, вот такая серьёзная тема, нам сразу же в голову пришёл спикер, мы точно понимали, кто это будет, и очень хотели, чтобы у него получилось, чтобы он смог прийти и рассказать, как он для себя понимает, что такое коммитмент. А это обязательство, которое человек самостоятельно берёт для себя и об этом заявляет. Александр Ройбург, мы будем рады узнать, почему вы вдали на себя такое коммитмент. И про новости художественного музея. Передаю вам слово, как и обещала. Доброе утро. Снова коммитмент, и тут вот ищание стоит. Я помню мне выборную компанию в городе Одессе, когда мы с Сашей Боревиком ходили по рынку, и где-то по Малиновскому рынку, и где-то в районе сыпучих товаров, деление сыпучих товаров. Его окружила толпа продавцов сыпучих товаров, и спросили его, почему же он, который так много зарабатывал, там, в Европе, стал кандидатом в мэрии города Одессы. Он сказал, «Моя адженда благодаря общению с великим реформатором Лиши таким образом, что я воспринял это как чалендж». Так вот, коммитмент у меня такой. Художник никому ничего не думал. Я помню на одном из обсуждений по имени Сашиза художников одна дама из исправед сказала, что эта картина заставляет нас задуматься о том, что художник, он призван. И замолчала, она не смогла дальше продолжить эту фразу, как будто художник, он как бы призван, но не должен. И художник занимается искусством, потому что это такой образ жизни. Это такой коммитмент. Ну, адженда такая. Потому что я воспринялся как чалендж. Сам образ жизни такой, что у тебя, ну, может быть, каким-то вещам жизнь не спонукает, типа, тут кушать хочется, а тут вот элигарх портрет просит. А тебе написать? Или там кому-то в интерьер срочно нужна красивая женщина. Такое тоже бывает, но, в принципе, большинство каких-то высказываний, которые делает художник, он делает, исходя из, как говорил наш земляк и коллега, Василий Васильевич Кандинский, из внутренней необходимости. Так вот, этот коммитмент, я тоже на него пошел из внутренней необходимости. Потому что благодаря некоторым здесь присутствующим дамам у меня уже было в голове вот такое вот отверстие, в которое постоянно проникала информация о том, как все запущенное и какой ужас ждет Одесский подвозький музей, если не случится чудо. Мы как-то начали наруливать чудо, чудо не нарулилось. И тогда этот коммитмент я воспринял как адженду. Решил, что вот если чудо не идет к Магомету, то я буду это видеть. Это шоусь Магомет. В хорошем смысле слова. Ну и любые желания бросить это, потому что надоело уже, конечно, надоело где-то день на третий, если честно. А если еще честнее, то за пару дней до того, как губернатор подписал приказ о новом изучении, уже надоело. Останавливаю только одни мысли. Перед пацанами неудобно. Неудобно перед теми, кто меня взял за шкирку и привел в этот музей, неудобно перед теми сотрудниками музея, которые вдохнули и поверили, что, наконец, они будут жить в режиме какого-то осмысленного, как у вас, креативный, можно, да, ведь очень любит слово креативный, но еще большее было словотворчество, да, созидательного, в каком-то режиме свободное, созидательного времяпрепровождения, а не отбывания победности под страхом того, что где-то что-то запишут, соберут какой-то материал, объявят выговор и лишат 30 долларов клиника. Это было основное состояние научного корректина. Неудобно перед самим музеем и перед его запасниками, которые я видел и понял, что священный долг каждого гражданина, сознательно, это освободить оттуда работы. И когда меня пугает капремонт, вчера у меня состоялся такой почти не враждебный делу социальности Фейсбук, с господином Станковым, который мне предвозглавлял управление Культуровым, и разотвлочил очередной мой преступный замыс по кражу бездельства. Из музея что я не получил? Вот первая, ласточка, я получил первое подтверждение. Я как-то перевел это на дружелюбную, в более дружелюбную тональность, и он мне сказал, что самое страшное – это ремонт. На что я сказал, что ремонт – это как раз программа минимум, потому что музей – это не я хочу, это не сотрудники музея, хотя, и это не зрители, хотя. Вот музей – это живое существо, он хочет стать больше, он вырос. Он должен в разы расшириться. Я уже говорю, что если он будет больше в три раза, он будет интереснее в три сейчас. Не считая того, что он должен расшириться и размножиться по чекованию. Вот я вижу свой комитмент, в том, что в городе появится большой, с большой буквы «Д» музей. Потому что сейчас в городе есть музей, куда можно зайти. В больших городах есть музеи, в правильных городах есть правильные музеи, ради которых в эти города люди приезжают, и в которых горожане живут. То есть новая Виньеркская, новая выставка в метрополите в Мюнгенхайме – это часть образа жизни. Нельзя встретить там человека, которого не видел две недели, спросить, не видел ли он еще новую выставку в метрополите в Мюнгенхайме. А поскольку нельзя не спросить, то ответить «нет», это будет неприлично. А музей – это городской форум, музей – это городской хаб, музей – это какое-то место генерации месседжей. В какой-то степени это градообразующие предприятия. Раньше в каком-то городе на 100 тысяч человек градообразующим предприятием был сухонно-комбольный комбинат имени 22-го съезда КПСС. Именно этот сухонно-комбольный комбинат устраивал там скачих, они там рожали детей, и мужья строили для этих детей детские садики и привозили там продукты какие-то в магазин водителями, работали еще какими-то охранниками. А потом вокруг переизбытка мускулатива создавалось какое-то другое предприятие, которое было связано с сухонно-комбольным производством. Оно занимало больше количества мускулей силы, а потом вырастали дети и строилась школа, а потом уходили на пенсию ветераны сухонно-комбольного движения и строилось какое-то ПТУ, где выпускники школы учились с сухонным и комбольным делом. И город жил вот этим стержневым предприятием, и когда они позакрывались, города эти поумирали. Здесь градообразующими предприятиями было 5-6 заводов, возрождать которые бессмысленно начали, потому что продукция, которую они выпускали, у нее нет будущего. Клуби советского стандарта уже никогда массово на территории постсоветского пространства не выпускаться не будут. Поэтому пытаться вдохнуть новую жизнь бывшей заводы октябрьской революции на берегу моря, который завязнял залив и привлечал перейти в бронзовую, это с экономической точки зрения бессмысленно. А там надо создавать какую-то среду комфортную для горожан и привлекательную для тех, кто будет приезжать в город. И приезжать в город должны люди, у которых запросы чуть-чуть выше котята, чем базовые физиологические потребности. Потому что мало выигрывает город от того, что миллионы города, от того, что в течение сезона в него приезжают 5 миллионов человек, которые ходят с труса капитаз, шлепка, в маленьких алкоголичках или даже топлос, пьющих вот таких вот сезек пиво-черниговское и жрут из вот таких вот пакетов чипса по улице, одной стенки и приютный тротуар. Это определенный вид досуга, и Одесса не заинтересована в такого рода посетителей. Одесса заинтересована люди, которым от города нужен, собственно, город. И есть такое тоже очень важное слово. Одно из рэперных точек в этом должен стать люди. И тут вот выступал, насколько я знаю, Марат Дельман. И я знаю, что вы говорили про конкуренцию не брендов, а территорий. И что брендирование в блок и территории, как правило, с процентом на 60 совпадает с тем, что это музей, это театр. И еще пять лет назад, не пять, на Сочи, ну, больше трех лет назад, мы очертили то, чего не хватает в Одессе, для того, чтобы превратиться в постоянный действующий культурный центр из такого из-за такой большой заторки, которая на сегодняшний день есть. В чем? Не то, чтобы с цифрами, но с какими-то мерками, да, для того, чтобы сюда начали ездить, допустим, на конце мировых звезд, мы знали только дорога Одесса-Мини, ну, возможно, какой-то зал, где эта звезда выступит, рентабельность такого зала наступает с двух с половиной тысячи человек, а в Одессе самый большой зал это интернет-театр в 2014, а на до 1314. И в городе должен быть такой зал, и тогда, вместо того, чтобы там моя жена ездила в Польшу или даже в Кишинев кого-то слушать, кто-то из Польши или из Кишинева приедет сюда. А выставочные пространства для того, чтобы провести в Одессе серьезную Нижнюю Ярмарку, нужно где-то хотя бы пять тысяч метров свободной площади выставочной. Да, вот в арсенале киевской, ее, по-моему, 60, они задействовали, по-моему, это тоже достаточно нужно. А разделим это. В Одессе нужно выставочное, функциональное пространство, где можно было бы и провести книжную ярмарку, и собрать какую-то тусовку, и в случае чего расчленить его на какие-то конференции пространства. Вот такой вот примерно площадь. Это не сказочное такое, это не что-то нерешательное. Музей в Одессе должен быть желательно много, но музей хотя бы один должен быть такой, чтобы в него семья зашла утром, провела в нем день, отдохнула, когда если устанет, что-то съели, выпили, иногда даже прости господи, бокал вина, продолжили и вышли вечером в музей, где можно провести день своей жизни с семьей. В тех существующих одесских музеях можно провести час своей жизни и пойти дальше. еще целый ряд позиций, которые у нас не заполнили. И тогда исчезнет вот эта ошибочная установка на то, что единственное, на что может город рассчитывать, это два месяца летнего туризма, а потом мертвый сезон. Одесса настолько город, особенно если полностью конечно вот это не снесешь, но хотя бы привести в порядок, убрать пластиковые курятники на балконах, минимально привести к какому-то единообразному состоянию фасады, прекратить строить свечки с грандмауэрами, все прекратить строить свечи с грандмауэрами посреди одноэтажной застройки, ну как-то научиться в этой среде действовать по-человечески, жить по-человечески, создать какие-то рекреационные зоны и не просто создать, а наполнить их содержанием. И город может стать городом круглогодичного и туризма, и препровождения времени, потому что, как сказал тот же самый великий Гельман, раз в пять последний приезд, выигрывает сегодня не тот город, где зарабатывают деньги, а тот город, где тратят. В Уренгое зарабатывают больше денег, чем в Москве, а тратят их больше в Москве и выигрывает Москва. А тут, конечно, некая натяжка, потому что Москва еще эти деньги из Уренгоя как-то отжимает. Но все равно желание тратить в Уренгое от этого ни у кого не появляется. Потому что инфраструктура культуры это главная, это такой стержень того, вокруг чего надо тратить деньги. А уже вокруг музея нужны строиться рестораны и бутики. А вокруг музея нужны строиться отели или, как говорит один одесский политик, не буду называть кто это, но это Вадим Черный, только проституция создаст Одессе пластыр. Ну, не только проституция, есть еще легализация наркотиков, оружия, приятные вещи можно создать Одессе пластыр. Но тем не менее ээээ...